Я Олегов. Потому что именно так он звучит на волнах. Олегов. Олег сегодня обещал рассказать вам много интересного. О работе пионера ФЛ. Может быть немножко, ну такие моменты продвижения. Потом музыкальная редактура и прочие-прочие. Плейлисты и все такое прочее. Во всяком случае мне обещают. А если вы будете задавать вопросы, это дело пойдет вообще здорово. Все, Олег, вам здорово. Приветствую вас. Вы уже можете сразу спросить что-нибудь. С чего начать? Что вас интересует, Коль? Сначала. Сначала. Я с вашего послания могу? Пошли, вы что-нибудь пишете, что ли? На радио попал я метрическим вообще образом. Я сам не москвич. Родился в Рязанской области, в районе Гохочи, в деревне. Сам. И лет с 14-15 меня начала интересовать вообще радиосфера, радиоструктура. И я слушал радио России, потому что единственное, что ловилось, даже не ловилось, а сетевой радио. И слушал не музыкальное наполнение станции, а слушал, как ведущие общаются с слушателями, как ведущие говорят, разговаривают, и как они используют элементы оформления эфира. Вообще, моя специализация – это оформлять радиостанции. То есть делать джим вот там, где поет «Русское радио». Я с 2003 года и по 2007 делал как раз вот для «Русского радио» жилье. На радио в Рязань первый раз я попал. Там была такая радиостанция, называется «Эхо», «Родной радио». Радиостанция осуществляла свое вещание с 7 утра и до часу ночи. То есть я приходил к часу ночи и до 7 утра тренировался. В роли джима, где там ел эфир, общался со слушателями, которых сам себе выдумал. Ну, в общем, два слова связать не мог, как я понимал в тот момент. Один раз записал демо там же. Вообще-то я попал. То есть я сочинял песни, я музыкант и композитор, и слова, пишу и музыку. Можете зайти ко мне на сайт olet-of.com, и там есть, в принципе, все творчество мое. И музыкального редактора на тот момент заинтересовала песня одна нами. Мы записали ее, она начала включиться в ротации. Все думали, что я музыкант из Москвы, крутой, я отца мне не сделаю. Заказывали эту песню. И, в общем, заболел я радиостанцией и стал проситься работать в эфире. Мне сказали, что, человек, ты не можешь связать два слова как-то. В общем, я тренировался, знаете ли. И думаю, что добился каких-то результатов. В итоге меня поставили вести с утра программу. Это, кстати, утренний диджея. Для утренних диджея это самая сложная работа вообще. Самая сложная работа, потому что уже спустя несколько лет я в 2007 году работал на радио ЕДФМ. Я думаю, знаете такую, да, станцию? С утра. С 8 до 11. Это очень сложный период времени. То есть радиоведущие, которые идут утреннее шоу, это, не знаю, это титанический труд встать с утра и начинать свою работу еще развлекать. Притом, мало ли что у тебя случилось вечно, да? Можно поругаться со своей второй половиной, например. Здесь очень в очень нехорошем настроении, состоянии кидаться разными словами, но, входя в эфирную студию, все проблемы остаются за ней. Соответственно, в эфир должен идти только исключительно позитивно. Ну, в общем, так и и попал на радио. По поводу музыкального редакторства, да, вы меня попросили рассказать, вас интересует, как вообще станция может вещать, да? Если раньше вещание осуществлялось с компакт-дисков, а еще ранее с пластинок, кто-нибудь смотрел свой фильм «Рок-волна»? Понравился? Отлично. Вот там как раз пластинки крутили люди, да? Очень хороший фильм, посмотрите. А теперь радио кто-нибудь смотрел? Сходил на спектакль? Ты тоже ходил? В принципе, есть немного правды, но не совсем. В общем, сейчас музыкальное вещание в России вообще очень активно развивается. На сегодняшний день я, являясь музыкальным редактором радиостанции «Пионер Файм», могу управлять радиостанцией из дома. То есть даже включать те песни, которые можно исполнять по заявкам. Мне звонит друг, скажет, поставь-ка там «Владимирский централ». Да не вопрос. Сейчас поставлю, находясь дома. Но это опасно, потому что любой хакер может влезть. Поэтому мы очень аккуратно этим управляем. И сейчас очень сильно развивается именно программное обеспечение. То есть на сегодняшний день, я бы сказал, «Пионер Файм» – единственная станция, которая обеспечена программами именно по последнему слову. Я общаюсь напрямую с производителями этого программного обеспечения. Они находятся в Санкт-Петербурге. Компания «Тракт» называются они. В принципе, на программе этой компании «Тракт», там «Диджей Инк» называется, программа, которая генерирует и составляет плейлистные расписания, называется «Мага». Вот я ее сам освоил, без помощи даже разработчиков, потому что, в принципе, все логично. Могу рассказать, как работает программа по составлению плейлиста. Интересно? Пишет маркер, да? То есть плейлист – это некий набор песен. Я бы сказал, что программа «Мага», существует несколько программ, которые делают расписание, генерируют. Это «Баба Голд», это самая распространенная. Программа небесплатная, и, по-моему, ежемесячно приходится пользователям платить по 200 долларов за программу. Зачем тратить деньги, когда есть дешевый вариант, и выполняет, в принципе, те же самые функции. Есть селектор, все равно на английском языке непонятно ничего, в основном, потому что разбираться в времени, как обычно, не бывает. Потому что, знаете, пришел продюсер станции, в моем случае Андрей Чижок, и сказал, надо делать станцию, потому что выходим в эфир завтра. Мне дали 100 песен, всего набор песен. 100. Это значит, что песни будут повторяться в сутки. Ну, раз в 80 грамм точно. Кому это интересно. Радиостанция «Пионера ФМ» вообще стало интересно, почему? Во-первых, песни очень редко повторяются, ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Вообще, в базе радиостанций уже более двух тысяч песен. А это и не много, и не мало. То есть это как раз для того, чтобы песня за сутки ни разу не повторилась. Это и удерживает аудиторию на достаточно длительный промежуток времени. Потому что, если, допустим, взять... Ну, ДиФМ станцию вы знаете все, да? Там работают очень много моих друзей. Генеральный директор Игорь Азовский, тоже мой очень хороший друг. Песня у них может повториться одна и та же пять раз в день. То есть, ну, один раз послушали, два раз послушали, три раз, пятый раз уже надоел. И так каждый день. Это плейлиста, так называемая «Горячая ротация». Сейчас я расскажу, как «Пионера ФМ» работает. У нас, как таковой, «Горячей ротации» нет. Все песни расположены друг другу. Вот клок. Это час. Он делится на четыре квадрата. То есть пятнадцать минутный интервал. Понимаете, да? Делали? Отлично. И каждая песня делится на категории. То есть, я только категории сейчас нарисую. Ну, к примеру, есть русскоязычные песни, да? И смотно...